народ всем привет у меня новое приобретение прям брат да безумие я очень хотел вот но так как цены кусаются не мог поступиться к этому вот она гп 125 полевая кухня покупать ее за бешеные деньги я не видел смысла вот эту приобрел довольно-таки по очень хорошей цене и самое главное что она с документами она стоит на учете поэтому я могу не цеплять хоть куралу хоть к уазику есть на всякие мероприятия готовить каши в общем блин я рад до безумия вот она почти комплект на здесь только два бочка один вот второй вот она прям вся в смазке покажу он прям все вот солидоле еще и не пользовались она вся прямо чистенькая хорошенькая зип конечно тоже не полный но все это решаемо тут вот было оторвано крепление приварил его вот я покажу что там у нас внутри здесь стояли вот такие вот сопла получается форсунки но так как я не буду пользоваться не хочу соляркой заморачиваться будут пользоваться все-таки дровами у нас как там мой зал писать пошел вкусный красота только так это мы все вымыли консервации теперь мы сейчас кипятим воду на чтобы котел был чистый точнее не котел место под горячую воду под чай вот здесь вот мы приготовили под пирожки если мы хотим попробовать пирожки приготовить в общем процесс идет во всю запах то уже идет прям какой а настоящий тушенка смотрите как тушенка да тушенка хорош каша получится тоже неплохая кстати пару фермер да вот жиротик хорошо прям да вообще обалденный пушок это много еще воды ничего сейчас все это сольем прольем отправляем в духовочку пока гречка там да гречка там гречка уже на месте красота заливаем водичку здесь наверное еще ладно да немножко вот у вас семейный подряд открывай закрывать налейте на всякий случай подожди подожди красота прям вкусно будет нет не надо наверно нет 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 это ты думаешь что сейчас не надо мне кажется через полчаса заходишь какой через 10 минут пусть стоит вода на столе и все возьмешь если нужно на донышке потом будет пол бат решили пирожки еще попробовать с другой стороны будет подожди пишите уже даже решеточку поставили красота какая посмотрим проверим еще подальше да вот так вот закрываем самое интересное что он еще не включил на пергаменте теперь посмотрим сколько по времени пошел процесс ну что там как первый блин комом я аж язык прикусила вкусно комом не комом вкусно вниз ушечка чуть-чуть пригорела надо повыше делать полочку внутри прям вообще вкусненько так а тебе там как о шикарно да выше надо да и повыше надо и вот это наверное приоткрывать немножко да чтоб вентиляция немножко была не так жарко мне кажется они уже готовы не нет нет внутри сырое тесто прям сырое слушайте а может надо без бумаги а бумага она единственная что дальше чтоб она к противне не прилипала ну она сама сгорела побольше как нибудь придумать чтобы это да не вот это вот нормально вот смотри вот это нормально а вот это как то она поменьше надо узнать нет у вас никаких пирогов уже забудьте да не вот так нормально это вкусно вот это открыто угу не знаю вообще блин какие уртуалет заходь в свет сам ты мне не можешь шайтан хочешь сказать жар жар хороший иди сюда вот в пирогике мы заедаем вот вы там спрятались давай а то как будто и не было уууууу красота то какая ухоуууу ют помоги да 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 посмотри пирогину мы сейчас съели не понял дорогие без меня ухоуууууууха а Максим надо ее закрыть чтобы он постояло сейчас я у Максима вижу ааааа селфи все отлично шикарно вот такая каша малаша укропуйте огонь до пирожки и шикарно а куда снимать ну вот надо будет единственно повыше сделать под противень вот те и сгорели эти повыше да они более-менее крайне и на кирпичи поставить вот эту решетку она будет повыше потому что жар вот как раз вот весь вот я думаю решетку надо будет шикарно каша получилась шикарная прям вот аж во рту тает не то что пирожки сгорели не пирожки первая партия сгорела вторая получилась хорошего вот так что ребята подписывайтесь на наш канал ставьте лайки у нас впереди очень много всего интересного до новых встреч